У нас в гостях пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Так что большое вам спасибо за то, что присоединились ко мне сегодня. Как у вас дела? У меня все хорошо. Во-первых, и спасибо вам за то, что не назвали меня официальным представителем. На самом деле я уже давно выбрала свой пол. Могу я задать вам вопрос? Потому что ты знаешь, почему я просто хочу привнести немного свежего воздуха в наш разговор, а не потому, что я не уважаю твою работу и твою должность. Я действительно уважаю. Но я только что вернулась с трехчасового брифинга, так что я отвечала на вопросы, вопрос за вопросом. Так что, если это возможно, можем ли мы начать с моего вопроса к тебе? Просто сделай мне предложение. У тебя есть вопрос ко мне? У меня действительно есть вопрос к тебе. Хорошо, хорошо. Так что это не первый твой приезд в Россию или это первый раз? Второй раз. Это твой второй приезд. А первый раз был зимой или? В сентябре. Так что прямо перед тем, как все началось. Так что это был другой сезон? Да. Так что это был первый раз, когда ты увидел Москву под снегом и... Так как тебе это нравится? Это похоже на зимнюю страну чудес. Я приехал сюда. Я приехал сюда сразу после того, как стало очень холодно. Да. И я застал это в переходный период к весенней части. Так вот, мне это очень нравится. Я имею в виду... Это как картинка из сказки. Да, да, да. Это как в диснеевском фильме с Анной, маленькой девочкой из царской семьи. Такое ощущение, что что-то подобное есть и здесь, но... Ты посетил несколько достопримечательностей. Я не знаю, театр, что-то в этом роде. Собор вооруженных сил? О, я еще там не была. Правда? Да. Ты должна пойти. Это было так красиво. Я должна. У меня так много вопросов, на которые нужно ответить. Но я должна пойти туда. Я там никогда не была. Я думаю, что он был открыт около двух с половиной лет назад. Но он находится не в центре Москвы и даже не просто ближе к центру. Так что обычно туда нужно ехать около сорока или пятьдесят минут, примерно час, но я это сделаю. А как насчет московских сценических площадок? Ты что-нибудь видел? Ты видел? Ну, я был в Булшое во время моей последней поездки, и это было невероятно. Метро, очевидно, действительно интересно посетить. Рестораны? Грузинская кухня. Я люблю грузинскую кухню. А, да? Да, но... На самом деле, это очень интересный момент, потому что в России мы называем... Мы обычно называем это грузинской кухней, но на самом деле это кавказская кухня. Потому что это смесь армянской, азербайджанской, русской, северной кавказской, ашинской, чеченской и других кухонь. Но мы по-прежнему называем это грузинской кухней. Ты знаешь почему? Почему? Я не знаю. Потому что в период правления Сталина это оказало большое влияние на него лично, потому что он был родом из Грузии. Так что, вероятно, в знак уважения, или просто чтобы продемонстрировать любовь советского народа к Сталину, или просто, знаешь ли, по другим причинам. Множество советских фильмов этого периода, множество я не знаю картин, я имею в виду произведения искусства, были посвящены грузинской культуре. И это было символично. Это был символ, который просто приклеился к Грузии, что это символ всего Кавказа. И, например, ты знаешь шашлык. Шашлык. Грузинский. Это мясо. Это. Что-то вроде кебаба? Что-то вроде кебаба, но это жареное мясо на палочке, приготовленное на огне. Да, да. Так вот, в каждой культуре есть свой шашлык, но мы называли его грузинским шашлыком, и он всегда был символом Грузии. Например, лаваш. Это особый хлеб. Это. Тот, что с сыром и яйцом на нем. Да. Это так здорово. Есть несколько видов лаваша, и в разных регионах Кавказа есть свой лаваш. Но все же в поколениях 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов. Это символ грузинского способа приготовления пищи, образа жизни и так далее и тому подобное, просто из-за огромного влияния этих периодов. В одном из грузинских заведений, куда мы зашли, у них были шапки Кавказ. Я не знаю, как они называются, но те, что носит Хабиб, когда выходит на бой в UFC. И я спросил своего коллегу, я сказал, я думал, что они были только у дагестанцев. Он сказал, нет, это Кавказ. Все это празднуется под одним. Это не только Кавказ. Это также, например, в казахском языке. Да, да. И, например, музыка. У нас есть песня Лзгинка, которая на самом деле своим названием Лзгинка символизировала народ лзинов. Но все же с советского периода все были уверены, что Лзгинка – это танец грузин. Я понимаю. Это всего лишь часть. Именно так я интерпретировала эту очень интересную, я не знаю, вещь, которая принадлежала сталинскому периоду. А что ты думаешь о том факте, что знаешь, с тех пор, как я здесь, я езжу в метро, гуляю по городу или хожу в эти рестораны и вижу, что Россия очень разнообразна. И я думаю, что многие американские правые думают, что здесь живут только одни и те же люди. Они никогда не были здесь, они не знают, но это очень разнообразно. Как ты думаешь, почему Америке проблемы с этим, например, с принудительным введением обязательных квот на разнообразие во всех школах, на рабочих местах и во всем остальном? Но в России потенциально еще большее разнообразие. Но похоже, у нас нет таких проблем, связанных с расой, связанных с разными культурами и религиями. Почему нет? Почему у нас нет таких проблем? Да. Я тебе объясню. У нас действительно есть много проблем, как и у обычных людей. Нет ни одной страны, ни одного общества, ни одного, я не знаю, государства или субкультуры без проблем. У нас действительно есть много проблем. Экономика, я не знаю, проблемы на международном уровне, конечно. Конечно. Но у нас действительно нет никаких проблем, связанных с расизмом, просто потому, что у нас их нет. У нас никогда не было рабства в нашей стране. У нас нет ничего в менталитете или в истории. Это, наверное, не моя работа объяснять. Но я действительно понимаю, что у нас никогда не было таких вещей, как рабство. Мы никогда не относились к людям из-за цвета их кожи, или цвета их глаз, или формы их голов, или чего-то еще. Что угодно. Да, что угодно. Никогда не относились как к рабам. Мы... К счастью, это одна из лучших вещей, которые когда-либо случались с моей страной. И это одна из базовых основ нашей культуры. Никогда не относитесь к людям в таких обстоятельствах, или используя такие, я не знаю, способы, или такие нарративы. Мы никогда этого не делали. И я надеюсь, что и я думаю, что есть что-то очень близкое к болезни, которое у нас никогда не будет в будущем. Так что это было два дня назад. Сегодня среда. Так что это было в понедельник здесь, в Министерстве иностранных дел. Мы провели презентацию документального фильма под названием «Черное в СССР». Вы можете себе представить, что могло бы произойти в Соединенных Штатах Америки, или в Великобритании, или даже во Франции, или других странах, если бы такое произошло с этим черным словом внутри названия. Я думаю, что они начнут расследование того, кто и какого цвета команда, которая подготовила этот фильм, кто является менеджером, кто является режиссером. Имеет ли он или она право использовать слово «черный». И этот документальный фильм был посвящен отношениям между Россией, Советским Союзом и Россией с африканскими странами, африканским народом и Африкой в целом. Так что это была игра слов назад в СССР. Вы помните эту песню? Конечно. И поэтому они используют «черное» вместо «назад». Так что это очень интересное сочетание слов, которое раскрывает всю идею вклада России и Советского Союза в развитие Африки и борьбу Африки за независимость. Так что у нас никогда не возникало даже мысли. А у авторов этого документального фильма никогда не возникало мысли о том, что это может вызвать какие-то негативные эмоции в России или в Африке, обращаясь к русскому народу, говоря, что это что-то умизительное. Вы расисты, вы кто-то еще. Нет, никогда. У нас этого никогда не было. И у нас действительно есть люди разных национальностей. У меня нет десятки национальностей и людей с разным цветом кожи, не чернокожие, но что-то вроде того, знаешь ли, разных цветов и разных типов. Как бы это сказать? Презентация выглядит так. Да. Летучие мыши, люди из Якутии, я не знаю, люди из Кавказских республик или даже Мормоны или Владивосток. Так что это смесь людей, национальностей и стран. У нас этого никогда не было. Так что это то, за что я благодарю Бога каждый день за то, что в самой глубине, в самой, я не знаю, в самой ДНК русской культуры у нас никогда не было расизма или нацизма. И ты никогда не спрашивал об этом. Но если можно, я скажу, что, на мой взгляд, как я это понимаю, это главная проблема Запада, коллективного Запада. А не проблема, например, я не знаю, глубинного государства, или не проблема многообразия общества или смешения культур. Нет, но подход к людям, которые делят мужчин и женщин на разные уровни или разные качества человечества, что есть люди первого качества, второго качества или вообще вне качества. Так вот, в этом и заключается глубочайшая проблема. У меня есть пример или мне есть что доказать. Например, это было, я думаю, одно из худших выражений, которые я когда-либо слышал от представителя коллективного Запада. Это был Боррель, Жазеп Боррель, который является представителем так называемой дипломатии ЕС, но, конечно же, он проамериканский человек и он. Это было его официальное заявление. Это не было чем-то, что хакеры или, я не знаю, кто-то еще искал или слышал, или это было. Это не было закулисными аудиозаписями. Нет, это была его речь. Это было его публичное обращение к аудитории, когда он был совершенно ясен. Это была дословная цитата о том, что мир разделен на прекрасный сад и дикие джунгли. «Давай же, мы живем в 21 веке». О чем ты говоришь? Ты осознаешь, что с тобой не так? И в этом заключается проблема. И в этом заключается главный сюжет или главная причина проблемы коллективного Запада в том, что они разделяют людей. Они очень избирательны в отношении людей, не из-за их, я не знаю, качества образования, талантов или дарований. Я имею в виду, ты же знаешь, но они привыкли делить людей на группы или на уровни или на разные качества только по расистским или нацистским причинам. Да, да. Я имею в виду, ты можешь видеть это сегодня в опосредованной войне против России. Это как если бы вы относились к людям как к недочеловекам. И это продолжалось не десятилетия, а столетия. Ты знаешь, я была очень удивлена, когда прочитала, что это было около двух или трех лет назад. Тот факт, что это является фактом о так называемой Библии для... Я не помню, как это было выяснено, для африканцев или для чернокожих людей, которые были изданы в Великобритании как два столетия назад. Вы слышали об этом? Что они по своим причинам являются миссионерами или по своим причинам являются монополистами, когда они посещали свои колонии в разных частях света. Британцы издавали и редактировали специальную Библию, в которой было вырезано множество специальных частей, посвященных проблемам свободы. Они просто вырезали это, чтобы не дать людям в Африке, например, не дать рабам понять, что каждый человек равен и свободен. Так вот, они просто выпускали или публиковали специальные издания Библии. Вы можете прочитать об этом в «Я имею в виду» проверенных источниках. Я не удивлен. Я не удивлен. Я имею в виду, посмотрите на то, что происходит сегодня в регионе Сахель. Вы знаете, именно поэтому после десятилетий, десятилетий и десятилетий наконец они встали на ноги. И это ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете, почему американский народ не знает о бла-бла-бла. Они не знают, потому что они не могут использовать этот другой разнообразный источник информации. У них были только эти источники информации. Я имею в виду в целом, которые предлагаются и подготавливаются для них тщательно, подобно той Библии, о которой я только что упомянула. С этими специальными отрывками, которые вырезаны или подчеркнуты желтым маркером, просто, знаете ли, чтобы быть гораздо более сосредоточенными на некоторых вещах, которые важны, например, для американского правительства или глубинного государства или некоторых политических партий. так что им даже не промывают мозги. Они гораздо ближе к зомби. И еще одна вещь, в наши дни купить билет не очень дорого и получить российскую визу очень просто. Вам не нужно идти в российское посольство или генеральное консульство. Вы просто можете подать заявление онлайн и получить российскую визу без разговоров, без встреч с людьми в черном или мистером Смитом. Нет, вы просто подаете заявление на визу онлайн и получаете ее в течение нескольких дней. Вы можете приехать и посмотреть. Вы можете пойти и посмотреть. Но там так много, я имею в виду, большинство американцев. Там так много людей с промытыми мозгами и так много напуганных такими людьми, как, например, Хиллари Клинтон. Упыри и ведьмы. Люди боятся, что я приехал сюда. Они думают, что со мной должно случиться что-то плохое. Я говорю им, я сказал, вы знаете, в Москве, наверное, безопаснее, чем в Майами, откуда я родом прямо сейчас. Это очень безопасно. Или в Париже. Или в Париже. Ты не можешь оставить свой телефон на столе, когда ужинаешь в Париже. Кто-нибудь подойдет и станет статуей. Речь идет не о том, чтобы класть свой мобильный телефон или свой сотовый телефон на стол. Речь идет о вождении автомобиля и о том, что это небезопасно, потому что кто-то может просто ехать на велосипеде и просто разбить окно вашей машины. Я действительно помню, что это случилось с нашей делегацией. Мы были в Париже. Это было примерно четыре года назад. У нас есть кортеж, я имею в виду, с большой машиной для министра, с несколькими машинами для его заместителей, для его команды, со всей охраной. Я имею в виду велосипеды и специальные джипы. И у нас есть небольшой автобус для СМИ. И этот маленький автобус для СМИ тоже был частью официального кортежа. И это случилось с нашими СМИ, потому что два человека, ехавшие на велосипеде, просто подъехали ближе к автобусу и начали разбивать стекло, просто чтобы забрать какой-то багаж или сумки из автобуса. Вау. Да, и ты знаешь, это произошло в туннеле, потому что мы направлялись в аэропорт или из аэропорта. Так что это было не в центре города, где полно полиции, но это было ближе к зоне аэропорта. Так что это случилось с нашим кортежем. Я видела это своими глазами. И мне много раз говорили, чтобы я не ходила сюда, в Париж, или туда, в Париж, в темное время суток, потому что... И я сказала, что... Это Париж, ребята. Что с вами происходит? Что с вами не так? А когда это желтое, как вы это называете? Движение желтых жилетов. Движение желтых жилетов началось. Первый месяц или всего лишь первые недели их демонстрации, я была в Париже на Елисейских полях, и я видела это собственными глазами, как люди. И они не были, знаешь ли, из России или откуда-то еще. Они были гражданами Франции. Я имею в виду, что десятки и сотни из них разбили стекла своих собственных бутиков, своих собственных магазинов, своих собственных кафетериев. Они разрушали улицы. Они были... Я действительно понимаю, почему они протестовали, но я не понимаю, как они могут причинять столько вреда своему собственному народу. Потому что, да, я действительно понимаю, что все это принадлежит людям очень богатым и очень могущественным. Но это дает работу, и это дает зарплаты просто обычным людям. И они крушили все подряд. И это были не демонстрации. Это были не те люди, которые... Это показывает, как пропагандируется пропаганда, которой они являются. Если они делают все это, то протесты желтых жилетов из-за простых условий жизни, на которые они жаловались. Но поскольку Макрон говорит о потенциальной отправке войск для борьбы с русскими на Украине, а затем он отступает, ты знаешь, мы говорим о мировой войне. И все просто сидят, сложа руки, и ничего не делают. Я имею в виду, что ты думаешь об этом. Именно так. Я действительно согласна с тобой, потому что так странно видеть, как все идет своим чередом во всем мире. В странах НАТО, как они обсуждают, я не знаю, есть ли там будущие бюджеты, как они обсуждают, я не знаю. Я не знаю, будущее будущего. Я имею в виду инвестиции, я не знаю, недвижимость, самолеты, яхты или я не знаю, гораздо более обыденные вещи, не понимая, какое будущее, готово на. Возможно, они не готовы на 100%, не так, как будто все уже решено, но они готовятся прямо сейчас. И да, я надеюсь, я надеюсь, что на столе все еще есть этот вариант, что есть выход. Но на самом деле мы слишком близки к тому, чтобы этого не произошло. И это вопрос из вопросов, почему люди до сих пор этого не осознают. Ты знаешь, это как будто каждый и каждая в расколе становится спящими челюстями. К сожалению. И я не хочу впадать в панику. Я не хочу вызывать еще большую панику. Я не хочу, знаешь ли, впадать в истерику. Но я действительно думаю, что мы должны нести ответственность за будущее самих себя, наших родителей и наших детей. И если мы хотим быть ответственными, мы должны спросить этих парней в Париже, Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Риме. Что ты делаешь? Ты готовишься к войне? Ты готовишься к новой третьей мировой войне? Или ты готовишься к ядерной войне? На какие цели идут все эти миллиардные бюджеты? Почему вы не говорите о мире? И люди, я имею в виду, что прошлые поколения ставили мир во главу угла как главную причину своей жизни и почему они больше не используют это слово вообще? И ты чувствуешь себя не очень хорошо, используя слово мир во всем мире. Ты знаешь, я действительно помню времена, когда выдающиеся личности, такие как, я не знаю, Джон Леннон или художники, великие кинозвезды. Великие певцы посвящали всю свою карьеру или всю свою жизнь и карьеру только для того, чтобы привлечь внимание всего мира к слову мир. и теперь это похоже на неловкость. Я наблюдаю за всеми этими политиками на Западе и никто вообще не использует слово мир. Это не стоит на повестке дня. Это не входит в их предвыборные программы или рекламу. Никто не призывает к миру. Никто просто не обращается к людям по поводу мира. Просто немного неловко, когда они это слышат. И когда их прямо спрашивают о мире, что они отвечают? Они отвечают, что сейчас не самое подходящее время говорить о мире. А что же это должно быть и как это должно выглядеть? Этот правильный тип мира после ядерной катастрофы или как? Да, нет. Я имею в виду, что это безумие. У тебя это происходит. Ты упомянула несколько дней назад о проблеме с немецкими военными чиновниками, которые говорили о планах снова атаковать Крымский мост. Я имею в виду. Нет, нет, нет. Просто дай мне, дай мне секунду. Дело не только в преступлениях и нарушениях. Дело даже не только в гражданской инфраструктуре. Дело даже не в совершении террористического акта. Теперь это гораздо более глубокая и сложная проблема. Я приведу тебе несколько исторических фактов. Этот мост, который киевский режим несколько раз ну, не несколько тысяч раз подчеркивал, что его никогда не должно быть, потому что, как они говорили, он никогда не будет построен. Но он существует. И это гражданская инфраструктура. И точка достижения Крыма. Это мост, который соединяет основную территорию России с селом Крымской территории России. Так вот, на крымской стороне, в том месте, где этот мост достигает берега Крыма или крымской территории, это город Керч. Это город, где нацисты 80 лет назад не только оккупировали город, но и убили тысячи местных жителей. А там, в середине, в центре города, есть обычная, необычная начальная школа. Мне очень жаль, начальная школа. она все еще существует. И она существовала 80 лет назад. И когда случилась нацистская оккупация, школа закрылась для учеников. просто они остановили образовательный процесс. И когда немецкие и нацистские немцы просто оккупировали город, в течение нескольких дней они сделали специальное объявление для своих местных граждан, граждан города Керч, о том, что они не должны бояться немцев, оккупационных войск, и они должны вернуть своих детей в школу, и образовательный процесс должен возобновиться. И они вновь открыли школу, и все родители, родители 245 детей, привели своих детей в школу. Потому что, да, это была война, это была оккупация, но детям нужно было дать образование. И в тот конкретный день нацистские оккупационные войска их офицеры собрали детей, 2045 мальчиков и девочек, и вывели их за пределы города просто для того, чтобы, знаете ли, просто на обеденный перерыв, как бы не в поход, а как бы на природу, поближе к природе. И когда у них был перерыв, они дали этим детям не печенье, а то, что мы называем пирожками. Что-то с чем-то, сделанное из чего-то вроде хлеба. С, какая-то выпечка. Точно. И горячая нитка. И дети съели их. И эта выпечка была отравлена. И все 245 детей в течение 15 минут были мертвы. И среди этой огромной группы были дети, которые не получили эту выпечку, потому что не все они получили. Я имею в виду, что не такое количество выпечки было приготовлено для такого количества учеников. И когда нацисты поняли, что некоторые из детей живы, они спросили у них так называемых врачей. Конечно же, они не были медиками или тоже были нацистами. Они просто вложили этот яд в рот этим нескольким детям, и в течение 15 минут они тоже были мертвы. Они забрали тела именно в эти дни у 245 детей Кирхена, которых они отравили собственными руками и привезли их в, я не знаю, склад или большую дыру. Или я не знаю, как это назвать. Что-то в земле. Массовое захоронение. Наверное. В этом массовом захоронении есть два слова. Масса и могила. Это могила. Это была не могила. Это была просто локация в 7 километрах от города Карридж. И когда нацисты вернулись в город, конечно же, без детей, потому что дети были мертвы и уже находились на складе, они сказали своим родителям, что привезли своих детей на каникулы отдохнуть. И это та брешь, которая достигла Крыма именно в этом конкретном городе. Вы можете себе представить, что чувствуют люди в Крыму в этом конкретном месте, когда они слышат и слушают это аудио или представляют высокопоставленных чиновников Люфтвоффе. Я имею в виду военно-воздушные силы Германии, которые часто обсуждают, находясь в очень хорошем настроении о том, как они уничтожат Киран. Кираны называют этот крымский мост Киранским мостом. Вы понимаете, что чувствуют эти люди из Крыма. Крымские люди, слушая эту аудиозапись, понимая, что это внуки тех нацистов, которые убили их родственников 80 лет назад. И теперь они готовятся убить еще больше русских в Крыму. Ты понимаешь, что происходит? Это реванш. Это то, что не было совершено 80 лет назад в полной мере. Они не убивали нас в те времена, и вот они вернулись. Вот в чем дело. Именно об этом и идет речь. Шварценеггер был терминатором в первой части этого фильма, когда он думал, что вернется. И он вернулся. Но не как хороший парень, а все еще как плохой. Они вернулись, чтобы убить нас. Ты понимаешь это? Я не думаю, что могу это понять. И у них нет никаких ограничений. У них нет никаких ограничений, если они готовы поддержать все виды террористических атак, совершаемых Зеленским против мирных жителей. У них нет никаких красных линий. Никаких ограничений, ничего. Итак. Ты понимаешь, мне очень жаль, что это было. Нет, нет, нет. Это была Россия. Это был пост в Советский Союз. Я имею в виду, что это был Советский Союз, а после этого была Россия. Это был Советский Союз при Горбачеве. И это была Россия как часть Советского Союза, которая полностью не только согласилась, но и полностью, на 100% с открытым сердцем, поддержала объединение Германии в 90-е годы. 80-е и 90-е. Ты понимаешь? И ты знаешь, что это были Соединенные Штаты Америки? Я имею в виду, что при американском президенте в те времена, когда две части Германии, западная и восточная, воссоединились, соединились. Америка была против, а мы были за это. Мы, как русские, как Россия, как Советский Союз, так сильно пострадали от них. Мы потеряли более 20 миллионов человек разных национальностей, не разделяясь на разные группы русских, белорусов, евреев, я не знаю, цыган, татар или чеченцев, казахов, киргизов, узбеков. Нет, мы просто считаем себя людьми одной страны. Мы потеряли более 20 миллионов человек в те времена, и теперь они вернулись. Даже если бы мы были за воссоединение Германии, и даже если бы мы строили газопроводы, чтобы поставлять наши ресурсы. Наши природные ресурсы немцам, которые убивали нас 80 лет назад. Мы инвестировали наши деньги, наши ресурсы, нашу силу, нашу мощь и, я не знаю, нашу добрую волю в эти энергетические проекты со страной, которая оккупировала Россию. Просто остановилась у Урала, прямо в середине нашей страны. Она была оккупирована, и 20 миллионов человек были убиты, и убиты немягко. Жуков сказал, что мы освободили Европу от нацизма, и за это нам никогда не простят. Это именно то, что происходит сегодня. Совершенно верно. Что я заметил в вас и в любых российских чиновниках, с которыми я разговаривал, включая господина министра Лаврова. Так это то, что у вас у всех очень искреннее, знаете ли, эмоциональное отношение. Не в отрицательном смысле. Как будто вы руководствуетесь искренними эмоциями по поводу того, что произошло в прошлом. Вы не забываете историю, а также используете ее для руководства будущим, и пытаетесь защитить будущие поколения россиян и людей во всем мире. А в Америке не так уж и много. Знаешь, твои коллеги в Америке, похоже, не торопятся. Америка – это совсем другое дело. Нет, я не согласна с тобой. Америка – это совсем другое дело. Во-первых, в Америке есть много людей, которые, или лучше сказать, которые знают свою историю, борются за свою историю. Во-вторых, мы уже упоминали об этом. Америки промыли мозги. Америки, несмотря на разнообразие возможностей получения информации, не хватает информации, которая есть. Это действительно противоречивая вещь. Почему у тебя есть открытые источники интернет? У тебя так много каналов. Например, в Соединенных Штатах Америки ты можешь переключать каналы до утра. Просто это никогда не прекращается. Я имею в виду, что я даже не знаю, сколько там каналов. Но все равно это одно и то же. Но все же у вас есть множество средств массовой информации, но в этом есть фантастическое противоречие. Вы даже менее информированы, чем было наше предыдущее поколение, вероятно, 50 лет назад. Это что-то экстраординарное, но это происходит. Итак, второе. Америки промыли мозги. В-третьих, Америка гораздо больше сосредоточена на повседневной жизни, на том, как выжить, как это сделать. Прагматично. Прагматично. Я имею в виду, что цены растут, много проблем, постковидные вещи. Я имею в виду, что вся эта сфера здравоохранения, медицины, и вся эта сфера также очень сильно развивается. И так много просто местных повседневных проблем, которые нужно как-то решать. И поэтому я думаю, что это три причины, по которым люди не очень сильно сосредоточены. Но когда мы возвращаемся к тому, что является самым важным, все еще есть люди, которые борются за историю. Да, но я просто не вижу, чтобы американцы искренне интересовались историей, настоящей историей. Большинство американцев думают, что они выиграли Вторую мировую войну. Я имею в виду, что это переписывание истории. И еще кажется, что многие американцы, независимо от того, идет ли речь о прагматическом смысле или нет, кажутся более поглощенными получением следующего взноса на избирательную кампанию от Рейтиан, чем прекращением войны, прекращением геноцида. Ты знаешь, что я жила в Соединенных Штатах в течение трех лет, более чем немного больше, чем три года. Я там работала. Я была пресс-секретарем российской миссии при Организации Объединенных Наций и пресс-секретарем российской миссии при ООН. И, конечно же, мы тратим. У нас нет посольства в Нью-Йорке. У нас есть посольство в Вашингтоне. Так вот, в Нью-Йорке у нас есть российское генеральное консульство и российская миссия. И ты все время проводишь только с американцами или с людьми других национальностей, которые представляют свои страны в Организации Объединенных Наций. Но ты не живешь на закрытой территории посольства. Ты живешь просто на улицах, в магазинах, в кафетериях, в ресторанах, я не знаю, в спортзалах. И ты просто окружен американцами. И ты чувствуешь их, ты понимаешь их, ты в деле. Я могу сказать тебе, у меня есть возможность сравнить американцев с другими людьми в мире, потому что я много лет жила, например, в Китае со своими родителями. Мой отец работал дипломатом в Российском посольстве в Советском Союзе и в Российском посольстве в Пекине и в Шанхайской Организации Сотрудничества. Я путешествовала по всему миру, но не одна, а в составе официальных делегаций. И у меня много иностранных друзей, и я много лет занимаюсь иностранной перепиской, и у меня есть возможность сравнить. И американцы таковы. Мне действительно очень неприятно это говорить, но мне нужно это сказать. Американцы – это самые напуганные люди в мире. Это невозможно, это не может быть правдой, но они так сильно боятся, я не знаю правительства, системы, налогов, экономики, будущего своих детей, что они являются самыми напуганными людьми. Но не из-за их природы. Нет, они хотят быть свободными и ищут эту свободу как граждане и как личности, но они так сильно напуганы. Они так часто напоминали мне о советском периоде, когда люди сидели на кухне и шептались друг с другом, не имея возможности использовать громкий голос или просто обычный голос, чтобы обсудить какие-то политические сцены. Или они просто предпочитали не обсуждать политику вообще, не шутя о политике или лидерах Советского Союза. Теперь это было запрещено, и они просто шептались. И я думаю, что это то, что случилось с Соединенными Штатами, когда люди не обсуждают людей, вещи, которые очень важны для них громко, публично. Они предпочитают не заниматься этим. Например, некоторые иностранцы не должны быть, как вы знаете, в центре внимания мистера Смита, и я не знаю, как вы их называете, секретных служб и... Это правда. Они боятся быть не в отношениях, а в своего рода общении по электронной почте или что-то в этом роде с людьми из России. Это что-то ужасное для них. Вы никогда не встретите нацию, которая была бы так сильно напугана, как американцы в наши дни. Я не могу сравнить с американцами, например, 50-х, 60-х или 70-х годов. У меня нет такого опыта. Я только что встретился с той Америкой того периода. Когда я читаю или смотрю фильмы, мне нравятся американские фильмы 60-х и 70-х годов и Нойля, но я никогда не общался с этим периодом в своей реальной жизни. Но то, с чем я столкнулся в 2005-м, 2006-2007, особенно сегодня, это что-то ужасное. И еще одна вещь – это криминальная ситуация, которая только усугубила это. Я не знаю, что это за эмоция. Я не испытываю шока, как сказать. Некоторые из этих страхов являются бредовыми и не имеют под собой никаких оснований, но некоторые из них очень реальны. Как вы упомянули о секретной службе, они только что убили Гонсала Лиру, моего близкого друга. Да, упокоится он с миром на Украине. И это было сделано на деньги американских налогоплательщиков, выделенные Украине, а затем они убили его. Это было сделано, я думаю, для того, чтобы… Нет, это было в 2021 году, сразу после этого пандемийного года, но до начала российских спецопераций. Так что я все еще общалась с большинством своих американских друзей. Я приехала в Нью-Йорк и встретилась с одним из моих самых близких друзей. Она русская еврейка из региона, но эмигрировала в Соединенные Штаты около 50 лет назад, так что она гораздо более местная. И у нас были какие-то промежуточные отношения. 1-я авенюрия, 58-я улица. Так что, знаешь ли, это центр мира. И мы сидели в очень хорошем ресторане. Старом я имею в виду фешенебельном. И то, с чем я столкнулась там, было для меня настоящим шоком, потому что моя подруга, она только что поела, это был вечер, было что-то вроде 9 или даже 10 часов вечера. И после ужина, когда мы уже заканчивали наш ужин, она попыталась перевернуть свои кольца. Я имею в виду камень. Вверх ногами. Вверх ногами. Она попыталась положить свои серьги в карман. И я спросила, что ты делаешь. Она сказала, что это опасно. Я сказала ей, давай, это же 5-я, я имею в виду 57-я улица. Это центр, это Мек и Медина твоей социальной жизни. Это Манхэттен, дорогая. И она сказала мне, нет, 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 все изменилось. Это опасно, потому что они знают меня. Я спросила, кто? Она сказала мне, я имею в виду людей, которые здесь работают. Они знают меня. Они знают, где я живу. И они знают мои бриллиантовые кольца и мои бриллиантовые серьги. И этого недостаточно для обеспечения безопасности. Давай же, что здесь происходит? Так что я думаю, что это сочетание реальных. Я действительно согласна с твоими реальными страхами. потому что ситуация с преступностью в Соединенных Штатах ужасна. Она несравнима с другими частями света. Я имею в виду с так называемыми цивилизованными странами. И это сочетание сюрреалистических страхов, которые возникли из-за этой глубокой государственной пропаганды, атмосферы заговоров, в которую вовлечена Россия. Я действительно хочу задать тебе вопрос, связанный с некоторыми недавними событиями. Президент Путин сегодня дал интервью агентству «Спутник» и сказал, что эти западные страны относятся к нам так, как будто у нас нет никаких красных линий. Они просто делают все, что угодно. Конечно же, мы только что обсуждали мост Кирша. Это были заявления сделанные. Я думаю, что это был президент, или я имею в виду лидеры или из Латвии, одной из стран Балтии, о том, что они отбросят все красные линии. Да. Это было так. Я имею в виду, что это был ответ президента Путина на вопрос, связанный с заявлениями стран НАТО о том, что у них не будет никаких красных линий по отношению к России. И меня спросили. Я спросила в своем телеграм-аккаунте. Это было два дня назад. Я спросила аудиторию, какие красные линии были у Латвии? Ожидайте ее. Кроме ее границ. Единственная красная линия, которая есть у Латвии, это ее граница. Собирается ли Латвия просто, я не знаю, вывести или взорвать свою границу как красную линию или как? О чем они говорят? У меня есть ответ. Они используют эти сильные слова. Они используют этот агрессивный подход. Они используют это безответственное поведение просто как провокацию. Они провоцируют нас, но не сами по себе. К сожалению, они находятся на передовой. Они похожи на щенков. Нет, не на щенков, а на марионеток. Они марионетки. Это как кокольное шоу. А руки у них внутри, и их руки находятся по ту сторону океана. Я просто хочу сказать, что кажется, что страны, которые уже нарушили почти столько же красных линий, сколько вы можете, пока не начнете заходить на очень опасные территории. И я хотел спросить вас, что, по вашему мнению, это говорит о руководстве Российской Федерации на данный момент? Что они были такими стабильными, спокойными и стоическими перед лицом всех этих провокаций, как вы так метко выразились? Мы боремся не с Украиной, как вы понимаете. Мы... Я имею в виду, что Россия была одной из первых стран, возможно, одной из первых, которая не только в Великобритании, не только в рамках международного права, но и на самом деле в реальной жизни признала Украину независимым государством. Это было в начале 90-х. Мы сразу же немедленно открыли наше посольство. А не, например, миссию или какой-то политический орган. Но это была дипломатическая миссия, такая, какая у нас была с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, я не знаю, Китаем, Вьетнамом, Замбией и другими странами. Нормальная, согласно Венской конвенции, дипломатическая миссия в Украине. Мы полностью, абсолютно, без сомнений, уважали Украину как независимое государство-сувенир. Мы подписали международные соглашения с Украиной. Тем не менее, у нас было не только так много общего, но у нас просто есть заводы. Я не знаю, у нас есть промышленность, у нас есть логистика и транспорт, которые все еще существуют с советских времен. Я имею в виду совместное, совместное сотрудничество не между двумя странами, а между двумя сферами. Но тем не менее, мы признаем Украину как независимое государство. И мы по-прежнему абсолютно на 100% уважаем и относимся с уважением к Украине как к независимому государству. И так продолжалось десятилетиями. Так что же пошло не так у нас? Почему они сделали все это? Не из-за нас, а из-за того, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, коллективный Брюссель, Берлин и Париж и Варшава при содействии они помощи, при содействии прибалтийских государств несколько раз, не один раз, а несколько раз совершали антиконституционные перевороты, меняли режим в Украине. Почему они это сделали? Почему у них было на это право? Ни у кого нет ответа. В чем была цель? Провокация. Чтобы спровоцировать кого? Россию. Чтобы сделать что? Просто я не знаю, разрушить регион, чтобы разделить два народа, два этноса или один народ, потому что исторически так драматично разделить, кто русский, кто украинец. Это даже невозможно, потому что это был мой дедушка. У него украинская фамилия. У моей матери тоже украинская фамилия. Но они никогда не относились к себе или ко мне, как к частично украинцам или частично русским. Мы были русскими, потому что мы говорили по-русски. Мы жили в России, но у нас в семье была украинская фамилия. У моего дяди до сих пор украинская фамилия. И каждое воскресенье и субботу мы собирались вместе на трапезу. И просто с нами все в порядке. И с миллионами людей все было в порядке. Так что главная цель этой провокации, которая длилась много лет, состояла в том, чтобы просто, я не знаю, как сказать, расколоть или разрушить, или определить, или как бы это ни называлось, Два народа или один народ изнутри. Это настоящее зло. Это зло. Это ад. И на этой планете нет прощения тем, кто совершил это преступление. Прощения нет. Не потому, что мы не хотим прощать, а потому, что его нет. Это невозможно. Нет такой силы, чтобы человек мог простить это, потому что это зло само по себе. В этой провокации кроется дьявол. А то, что они сделали, например, с православной церковью в Украине, «Да ладно вам, это просто невероятно». Вы никогда не встретите ничего более близкого к этому. Они просто отделили православную церковь и православных, как простых людей, как христиан, ортодоксальных христиан. Они просто отделили одну часть от другой части. Только потому, что они сказали одной части, что другая часть плохая. Вот и все. Все очень просто. Не из-за ритуалов, не из-за традиций, не из-за языка, который используется в этой православной церкви. Нет. Просто потому, что они разделили ее и просто сказали друг другу, что, ребята, вы больше не будете вместе. Вот и все. Очевидно, именно эти западные ценности мы защищаем в Соединенных Штатах. Давайте вспомним, давайте вспомним, что в нашей жизни есть такое слово. И давайте не будем забывать об этом. Потому что, когда люди забывают свою историю, истории не существует. Они забывают о своих собственных ошибках, которые заставляют их повторять их все чаще и чаще. Когда люди забывают о мире, война напоминает им о мире. И нам не следует идти по этому пути. Это очень опасно, и мы уже проходили через это. И я больше не хочу там находиться. Я не хочу снова идти по дороге из желтого кирпича, потому что это была плохая дорога, потому что 80 лет назад это была дорога нескольких лет войны. И я действительно страдаю из-за того, что миллионы людей на нашей планете не осознают, что они все еще едят, танцуют, расслабляются, голосуют. Я не знаю, растят детей. И это хорошо, это хорошо. И мой народ в моей стране делает это. Но в моей стране мой народ задает вопросы и наблюдает за тем, что происходит в мире. И они наблюдают за этим с более близкого расстояния, чем это происходит в Соединенных Штатах Америки. Я согласен. Я скажу вам, о чем вы должны спросить свой народ. В этом году вы будете голосовать и выбирать кандидатов, но вам не следует этого делать. Вам следует выбирать не кандидатов и даже не программы. Вам следует выбирать между войной и миром. И это чрезвычайно важно. Что же на этой ноте, я думаю, что это хорошее послание, чтобы оставить его аудитории. Большое вам спасибо за то, что присоединились ко мне сегодня. И я многому научился. И я надеюсь, что наша аудитория тоже. Возможно, когда-нибудь я присоединюсь к вам, когда приеду в Соединенные Штаты Америки. Спасибо тебе. Спасибо тебе.